Сегодня мы пригласили к беседе главу Федерации профсоюзов Красноярского края Олега Исянова. В ближайшие 15 минут поговорим с гостем о положении дел на красноярских предприятиях, о безработице в регионе и о том, какие профессии сегодня самые востребованные и социально защищенные. Олег Халилевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, каковы последние данные, статистики вашей организации? Насколько сегодня, может быть, выросло или, наоборот, уменьшился уровень безработицы на территории Красноярского края? У нас есть постоянный контакт и возможность обмена информацией с органами статистики. По состоянию на 1 июля 2012 года, то есть за полугодие, динамика в части безработицы у нас лучше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в прошлом году на 1 июля уровень безработицы составлял 1,7% от общего количества занятых, то сейчас этот уровень безработицы 1,5%, то есть на 0,2% уровень безработицы уменьшился. И это, в принципе, нормальная хорошая динамика. Это даже несколько лучше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, где уровень безработицы 1,8%. В связи с чем связана вот эта приятная тенденция? Уже есть какие-то данные? Ну, я думаю, что это связано прежде всего с тем, что большое количество предприятий, которые проводили массовое высвобождение в прошлом году, в связи с тем, что там еще были остаточные явления кризиса, и экономика еще выходила из кризиса, и сейчас она еще, конечно, продолжает выходить, но, тем не менее, ситуация в экономике в целом, она перестала ухудшаться, и в связи с этим, я думаю, напрямую, конечно, связано количество занятых работников. Работники трудоустраиваются в те или иные организации, хотя, конечно, у нас есть тревожные симптомы того, что есть ряд предприятий, которые нас беспокоят, комбайновый завод, в частности, нас сильно беспокоит, хоть там и осталось немного работающих, порядка полутора тысяч, но по перспективе его работы у нас тоже есть вопросы, на которые пока нет ответов. Завод Септишмаш в прошлом году провел крупномасштабное сокращение, ну, поскольку это сокращение было в прошлом году, в начале этого года, и работники отчасти смогли трудоустроиться, это тоже сказалось на снижении общего уровня безработицы. Поэтому рассчитываю, что динамика положительная сохранится или, во всяком случае, она не будет ухудшаться. Труды устраиваются в основном сами люди или помогают определенной организации? Ну, конечно, надо отметить, что очень четко работает служба занятости, служба занятости населения Красноярского края. Здесь особо хочу сказать, что руководитель этой службы Новиков достаточно эффективно работает и сам, и его служба. Есть у нас определенная выстроенная уже схема быстрого реагирования на возможное высвобождение. Еще в период, когда работодатель намерен сократить работников, до того они еще пока будут уволены, служба занятости активно включается и проводит консультации непосредственно на предприятии, если это крупное предприятие, ведет разъяснительную работу, предлагает разные варианты переобучения за счет бюджетных средств и возможности дальнейшего трудоустройства. И надо сказать, что если под высвобождение попадают специалисты рабочих специальностей, иногда и такое бывает, достаточно высокой квалификации, они, как правило, находят работу и самостоятельно. Поэтому та схема, которая выстроена в части работы с населением со стороны органов власти, службы занятости и нашей работы совместной, она дает свой результат. И я думаю, что уровень безработицы снижается в связи с тем, что четко все-таки мы научились реагировать на вопросы массового высвобождения, но и не только массового. Российские власти, в том числе и на власти Красноярске, высказывали свои опасения насчет того, что не очень-то охотно идут сейчас люди в рабочей профессии, то есть молодежь идет неохотно на те специальности учиться, которые, ну, наверное, сегодня не так востребованы, возможно, ну и, соответственно, не на та оплата. Могу сказать в целом, что за последние, ну, как минимум, пять лет и больше очень серьезна тема рабочих специальностей, тема того, что некому становится работать в промышленности, в реальном секторе, она очень актуальна в последние годы. Наши уважаемые партнеры, работодатели уже не первый год говорят о том, что у них уже все больше и больше становится некому работать. Это, как правило, специальности рабочие, там, сварщики, наладчики, электрики, строители, кто угодно. Но всегда возникает вопрос. Современная молодежь и вообще сама наша система, жизнь и экономическая система выстроена так, что все меньше и меньше становится социальных гарантий. Единственное, что интересует любого человека, который работает, это уровень заработной платы. И если мы посмотрим, тот уровень зарплаты, который предлагался на рабочей специальности год, два, три, там, пять лет назад, это, конечно, очень небольшие деньги. И если молодой человек, получив какую-то рабочую специальность, там, токаря или сварщика, приходил на предприятие, ему работодатель предлагал 10, максимум 15 тысяч рублей, ну, ответьте на вопрос состояния молодой человек обеспечить себя, если он еще создает семью или уже женатые и есть маленькие дети, он не в состоянии на эти деньги прокормить. Я считаю, что это одна из главных причин. Ну, и плюс вторая, не менее важная причина, это то, что общая тенденция в наших СМИ, на телевидении и везде и всюду нам говорят, что вот важно быть там и престижно быть бизнесменом, юристом, экономистом, кем угодно, но только не высококлассным токарем или слесарем, электриком или сварщиком. И это тоже очень сильно дало результат, и поэтому молодежь так к этому относится. Так вот, на Ваш взгляд, люди каких профессий сегодня наибольше защищены на территории Красноярского края? Ну, если говорить в плане социального пакета или стабильности, я бы сказал, вот я понимаю, что у бюджетников пока не очень высокая зарплата, хотя по ним, по бюджетникам сейчас достаточно много уже сделано и много делается по повышению зарплаты у бюджетников, но самые стабильные условия работы – это у работников бюджетной сферы. Они оказывают услуги населению, которые будут всегда. Услуги. Учителя нужны всегда, врачи нужны всегда, работники социального обеспечения нужны всегда. И там, как правило, вот эти отрасли, бюджетные сферы, ни массовые сокращения не касаются, ни какие-то серьезные потрясения. Поэтому вот в части стабильности у них гораздо лучше, чем в реальном секторе. Потому что мы знаем, когда пришел кризис, наш реальный сектор, крупные, малые предприятия очень сильно пострадали. Были снижены объемы, были вынуждены остановки, простои, снижение зарплаты, увольнение. Поэтому вот в части социальной защищенности, конечно, бюджетный сектор сильнее защищен. У них есть некая стабильность. За последние полгода больше или меньше обращений стало со стороны граждан в профсоюзной организации? Жалобы там на своих работодателей? Ну, если говорить о количестве обращений, конечно, когда, опять же, пришел кризис, когда начали массово останавливаться предприятия, малые, средние, большие долги по зарплате стали возникать. И долги, как вы помните, были почти миллиард в крае. Тогда, конечно, было очень много обращений. Сейчас таких обращений меньше, ну, потому что заработная плата – это одна из главных проблем, которая возникала. Ну, сейчас обращения есть по обычным текущим вопросам, идут за юридической консультацией, пенсионеры обращаются за разного рода юридическими консультациями. Ну, а если смотреть, кто у нас в особом поле зрения, сейчас завод «Септижмаш» в особом поле зрения нашего внимания, потому что завод, к сожалению, остановлен, работники все высвобождены, как я уже сказал ранее. Долги по зарплате, к сожалению, там есть на данный момент, но там тоже тенденция положительная, там тоже процесс непростой. Мы этим заводом, этим предприятием занимаемся как минимум, ну, не меньше года, а с начала года особенно активно. Если долги по зарплате на начало лета были порядка 45 миллионов, сейчас эта задолженность снижена до 30, и у нас есть надежда и уверенность даже где-то, поскольку председатель правительства дал обязательство погасить долги. Ну, мы рассчитываем, что в сентябре месяце все долги по зарплате будут погашены, поэтому этим предприятием мы особо занимаемся. Хотелось бы отметить, что пришлось нам позаниматься, в связи с тем, что работодатель вел себя некорректно, на заводе «Бирюса», завод холодильников. Ну, профсоюзная организация, она иногда по роду своей работы достаточно часто задает неудобные вопросы работодателю. И на заводе «Бирюса» возник вопрос по индексации заработной платы. Этот вопрос, он долгоиграющий. Опять же, до кризиса действовал коллективный договор, он и сейчас действует. И в коллективном договоре была четкая запись, что работодатель обязуется индексировать заработную плату ежегодно на уровень инфляции. Но поскольку пришел кризис, и завод тоже был вынужден приостановить выпуск, продукция плохо реализовывалась, два года зарплата не индексировалась. И правком не ставил остро вопрос, понимая, что возможности ограничились. Но после выхода из кризиса экономика улучшилась, профсоюз поставил вопрос об индексации заработной платы. Работодатель не захотел этого сделать. Вопрос ушел в судебную плоскость, но работодатель стал поддавливать на профсоюз, вплоть до того, что выселились из кабинета и вообще за территорию завода. Мы вынуждены были активно вмешаться в этот переговорный процесс по просьбе профсоюзной организации. И сам работодатель к нам обратился с просьбой помочь урегулировать вопрос. Ну и вот на данный момент можно сказать, что конфликт более-менее исчерпан, хотя там остались еще вопросы. Но вот этим предприятием мы тоже последние полгода активно занимались. Хотя там долгов по зарплате нет, массовых высвобождений нет, но конфликт вот в счастье индексации заработной платы. Российский миллиардер Михаил Прохоров недавно заявил о том, что он видит, по крайней мере, на территории Российской Федерации такую систему, когда 48-часовой рабочий день превращается в 60-часовой. Вот как вы смотрите на вот это предложение бизнесмена? Исходя из того, как потом начал сам Прохоров реагировать на критику, стало ясно, что он погорячился, и вообще он не это имел в виду. Что, ну, здесь еще раз готов сказать о том, что такое 60-часовая рабочая неделя. Если мы работаем 5 дней в неделю, то надо каждый день с понедельника по пятницу включительно работать 12 часов. Тогда у человека в месяц получается 60 часов. Представьте, человек должен начать работу в 8 и закончить в 20 часов. С 8 до 8. Да, с 8 до 8. Вопрос, может ли этот человек нормально жить в семье, воспитывать детей, оздоравливаться и вести нормальный образ жизни? Да, конечно, нет. И я просто не понимаю, ни один здравомыслящий человек не может об этом говорить. Я уж не знаю, из каких соображений об этом сказал Прохоров. Я думаю, что он не подумал, он погорячился. Поэтому я думаю, что это в стадии разговора так и останется. Но глупо об этом говорить, потому что это просто не должно быть и не будет никогда. Российские власти сейчас рассматривают вопрос об увеличении пенсионного возраста жителей нашей страны. У мужчин с 60 до 65, у женщин с 55 до 60. Вот как вы смотрите на этот вопрос? Ну, на любой вопрос надо смотреть в целом. Не так в частности. Я же понимаю, что эта инициатива тоже, она была в прошлом году еще озвучена. Озвучена тогдашним министром экономики, министром финансов Грефом, о том, что бюджет не выдерживает, о том, что у нас пенсионный возраст низкий, надо его повышать, потому что денег нет, работать некому и так далее. Но давайте посмотрим шире. А сколько средняя продолжительность жизни у нас? В каких условиях мы живем? И сколько человек после выхода на пенсию вообще в состоянии прожить? Так называемый период дожития. Так вот, надо сначала поставить задачу повышения продолжительности жизни. Если мы будем жить в среднем 70 лет, тогда, может быть, в 65 можно на пенсию уходить. А сейчас мы знаем, что средняя продолжительность жизни у мужчины где-то порядка 60 лет, у женщины больше. Ну, представьте ситуацию. У нас, если посмотреть, после выхода на пенсию сейчас, у нас, а иногда даже и до пенсии человек не доживает. Представьте, средняя продолжительность у мужчины, как я сказал, 60. Он начинает и платит всю жизнь в пенсионный фонд, до пенсии не доживает, а деньги-то остались. Поэтому я категорически не готов приветствовать такой подход. Давайте сначала увеличим продолжительность жизни, а потом поговорим об увеличении, поговорим об увеличении пенсионного возраста. Вот это было бы логично. Большое спасибо за это интервью. Спасибо. Я напомню, сегодня у нас в гостях был глава Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Халилевич Исянов. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин